Так, Ольга Владимировна, представитель ООО «Малахит», пришла с жалобой о том, что жители домов, которых они обслуживают, жалуются, что вода подчасовая. И пришла за советом, может ли жилищная инспекция им помочь. Тариф подтвердила норма количества на одного человека, норма человека, количество воды на норму человека. Естественно, в сутки, не уже никак, фиксировано определенное количество воды в сутки на человека. По горячей воде и по холодной воде. Плата взимается, соответственно, оттвержденного бесплатно-служба тарифа. Также руководитель госжилищной инспекции Али Магомедов поинтересовался у Ольги Владимировны, что они предпринимают, если у них произошло аварийное отключение света. Если, допустим, по нашей вне где-то прорыв, что-то мы пришли, но в течение часа-двух мы сделали, ликвидировали аварию и дали горячую воду. Единственное, бывают какие-то накотельные перебои, то ли врезку делают газы, то ли им отрезают этот газ, какие-то непонятки. Ну, мы там сколько, если дня три-четыре, мы пишем акт на снятие всего района, пишем дома и все это мы снимаем. Саня от Гамзатова подняла вопрос, что у нее стоит газовый счетчик, но к ней применяют коэффициент северных регионов. И хотела бы уточнить, законно ли это. Я запрос дам регион газ сюда, и чтобы они могли ответ дать. Летом по 1,9 там. Соответственно, по их ответу я вам сообщу письменно, послышу ко мне обратиться. Пердоус Агаева, который проживает по улице Комсомольская, 5, квартира 70, пришла с такой проблемой. О недостатках договорных отношений с управляющей организацией, в которых не указываются конкретные расходы на общедомовые нужды. К вам предъявляют претензии за проживающих на многоквартирном доме или частном доме? Многоквартирном. На общедомовые нужды, правильно говоря, да. И индивидуально лично тоже счетчик должен быть у вас. Это намного уменьшит ваши затраты и требования правильные. Следующий гражданин обратился с жалобой. Многие жители произвольно планируют квартиру, в результате чего возникают проблемы с отоплением и подачей воды. Вы даете сначала предписание, чтобы устранил, чтобы привел в соответствие проекта. Если не привел в соответствие, материал направляется в суд. Теперь в соответствии с статьей 29 жилищного кодекса мы направляем администрацию, чтобы они обратились с иском в суд. А вы, в свою очередь, можете потребовать после этого у инспектора акт проверки и материал, который направлен в суд и ответ оттуда. Руководитель пресс-службы жилищной инспекции республики отметил, что в числе принятых не было обращений граждан с жалобой на организацию работы администрации в сфере жилищно-коммунальных хозяйств. По всем вопросам, к которым обратились жители города, Али Джабраилов дал указание в месячный срок с выездом на места и в присутствии заявителя проверить и принять необходимые меры и о результатах сообщить заявителям.